Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Чего? Не могу пошевелиться. Неужели кто-то паралич на нас наложил? Злой маг, что ли? Ошибаешься. Это просто типичный вечер понедельника. Слушай, Паулина, а что ты там строчишь такое? Я веду бухучат нашей команды. Доходы и расходы с нашего основания. Я давно хотела все наши денежки посчитать. Слушай, Паулина, а ты что, реально помнишь, сколько мы заработали и потратили за все это время? Я никогда ни одной монетки не забываю, Майл. Да ей бы только что-то разворовывалось. Паулина страшная. Майл и Мэви спадли бы такое сказать. А вот Паулина это очень-очень вряд ли, госпожа Рейна. Ну, даже не знаю. Слушай, Рейна, а давай ты в этом наших клиентов отслужишь. Что? Наших клиентов? Мэви спадли бы. Мэви спадли бы. Лени, ты что тут забыла-то хоть? Мои сердечки. У нас кончились продукты, я пришла заступиться. Но увидела такую сцену, просто закачаешься. Но кто бы знал, что самый суровый Рейнджер тащится по милым пабрикушкам и кавайным штучкам. Мне конец. Завтрашнего дня вместо Аллы Рейны меня будут называть милой цундырой, которая тащится по всяким няшностям. Ты же говорила, Мэл, что от тебя отвлеклись прямо как на программе Малакова. И что тебе запретили упоминать о том, что ты являешься дворянкой. Стала самостоятельной, чтобы отомстить твоим обидчикам. Всем отомстить. Отомстюкать, значит. Получилась какая-то помесь педофильной версии Золушки и истории графа Монте-Кристо, которую я недавно им рассказывала. За все 18 лет моей прошлой жизни у меня, между прочим, не было ни одного друга, знаете ли. Госпожа, поясните, разве стоит гордиться тем, что ты хики-задрот? Ну, колбасётина, перед тобой настоящая хики-богиня. Хотя в этом мире мне тоже неплохо. Знаете, это само по себе уже грусть-печаль. Как так-то? Ничего в голову не приходит. А? Как-то странно. И что же я делала в такие моменты? Точняк, я телек и ютубчик смотрела. Но, к сожалению, в этом мире такого нема. Прямо в кокора. Нет интернета, консолик, и даже мангу не почитаешь на досуге. Госпожа Майл, вы что, головой стукнулись? Вообще-то я всегда стукнутая. Но это я так свой новый приём отрабатываю. Уверена, в будущем он мне пригодится. Извинения в прыжке. О, панки! Хирак! Наконец-то! Мой приём готов к использованию! Если честно, всем прохожим я шептала на ушко, что у вас муравьи в трусах. Нет-нет, успокойся, глупая я. Убить день или два выходных для меня это вообще не проблема, верно, колбосятина? Не проблема. У меня лапки, я ничего не знаю. Но ведь раньше я была самая лучшая в лении раздолбайстве. А теперь получается я самая обычная, ничем не примечательная. Ясно, у вас тоже лапки, да? Тогда вырежу хентай-фигурку ради прикола. И нарисую хентай-манго. Будет классно. Придумаю супер-клишированного главного героя, типа Мэри Сью. И мега-тупой, нелогичный сюжет. А потом эта сюжетная тупость будет только расти. Ну, как по мне, это всё не имеет никакого смысла. Ну и пустой. Люди и так схавают, если честно. Ведь все обожают эрофигурки с большими сисяндрами. Они точно будут продаваться. Просто хитком станут. Ну, а истории с любым сюжетом такие сейчас самые популярные. И вообще, это просто бестселлер года. А ещё купальники облегают все складочки и выпуклости. Поэтому нужно точно знать свой размер. И раз такое дело, то я померю вас... Голушом! Кошел! Ну, меня с самого детства горничные раздевали и одевали, и всё нормально было. Как же это по-творянски. Ах, помидорина, у тебя такая розовая и впругая попочка. Да хватит мне лапать, ты что, педофилка, что ли? Такое ощущение, что меня морально поимели. Знаете, а моя колбаска привстала. Ещё бы, булочки и пубочки, это классно. И раз есть возможность, я буду делать то, что в прошлой жизни я упустила. С ним ты в инстаграм фодкишься, а его бросаешь. Ты всё в пляжных воров стреляешь, а это ставишь вот так. А сюда ты ложишься, надеваешь на глаза, сука пи-ч-ч. Вообще ничего не поняла. Ваши купальнички! Эти маленькие кусочки ткани, они слишком ли мало тела? Они прикрывают эмайл. Да всё пучком клюшки. Да ты как будто бы нас на панель ставишь. Вылезайте, когда я ваше имя назову. И первая у нас Мэвис. Как я и думала, это просто идеально. Серьёзно? Ладненько, следующая Паулина. Просто самая кокры бьёт! Я что, неправильно это надела? А, да нет, всё просто отлично. Этот твой купальник, конечно, миленький, но мои глаза никогда не были настолько открыты всему миру. Да что ты, Паулиноч, мы и стране шлихи, и так принято. Купальники поднимают женское очарование до предела. Это волшебная одежда. И последняя упругая попка Рейны. А парень ты мне на хрена, Майл? Это что за хрень? Да ты просто милашка очаровашка Рейна. А ты так считаешь, да? Чегось? Что-что-что-что-что, твоя грудь, откуда она? Чего? А, Майл, твои прыщички воспалились, что ли? А скучно ты была плоско. Ой, более компактного телосложения, Майл. Творюшка, да как ты это? Я ещё раз даю её много капусты. Если честно, в моём лифчике есть. Читерские подкладочки. Воспользуюсь моментом, пока стоп-кадр. Девочки, что это вы делаете? О, это называется отдыхательные шезлонги, как Рич-Бич. Шезлонги? Разве девушкам стоит заниматься чем-то подобным полуголыми? Погоди, Капмайл, ты же говорила, что это абсолютно нормально. В моей стране это абсолютно нормально, но тут... Ого, голые женщины, я, кажется, увидел сиськи. Не смотри на шалап, сынок. Не-е-ет. Не-е-ет. Нее-е-ет. Заливала в раз новое, сама забыла взять сменное бельё. Вытюрок теперь промежности обдувает. Тоже знал, что в этой стране носить такую неприличную. Нас посчитают за, прости, господи. Мэл, ты что, раньше жила в Бритоне? Это твоя страна такая? Ух, прям фантазия разгулялась. Вот так всегда. Я так долго ждал сисяшек и попяшек, а их было так мало. Всё, ухожу в запой. Урод, давай как мыть сама там. Да, мы походу оба ушли в запой внутри серии.